Ручки, ручки. Нужен сюда. Наклонился и передо мной очки. Я примерно до 55 лет не пользовался очками вообще. Но потом зрение потихонечку начало, как бы сказать, сдавать. Вроде так я вижу нормально. А вот что касается чтения, то для чтения я начал использовать очки. Вначале я использовал вот такие вот очки. Supervision называется. То есть хорошо у них было работать, действительно глаза отдыхали. Да и сейчас можно работать. Вот так вот я так и вижу. А в этих очках я вижу получше. Практически так же чётко. Ну, немножечко надо привыкнуть. Вот, я использовал эти очки. Вот одни такие у меня очки. Это более говорят, что якобы есть подделки, есть не подделки. Я купил одни очки. Вот, и потом, чтобы так сказать, что это не подделки, я купил другие очки, более официальные. Ну, вот, я смотрю. И мне кажется, сейчас я ещё проверю вот эти очки. Что вот в этих, вроде бы не оригинальных, я вижу лучше, чем вот в этом. Может, это подделка, это наоборот. Вот, вот, очки. Далее, чтобы... Далее, чтобы... Чтобы читать... Чтобы читать, для чтения я... Значит, разные очки были. И вот эти очки, они для меня не подобраны. Я вижу всё в мутном этом. То есть, я читать в них не могу. У меня двоится. Откуда они мне взялись такие классные очки? Я уже сказать не могу. Вот. А вот эти вот простые очечи. Я в них прекрасно вижу, читаю. Турненте. Париж. Ох ты, оправа такая, дорогая. Фраме мэйд им Франция. 60, 18. Ну, а стёкла оказались подобраны неправильно для меня. Ну, я вот так туда не вижу, и сюда не вижу. И так не вижу. То есть, это... А чечи... Не... Не для меня. Естественно, когда носил очки, вот, больше всего мне нравились, знаете... Когда оправа была... Она такая пластмассовая, и... Как бы стекло представлялась собой. Ну, такая пластмасса и линза. Но, к сожалению, такие очки где-то я примерно плюс полтора, плюс два использовал для чтения. Они поломались. Со временем эта пластмасска становится... О, вот этих я прекрасно вижу. Хрупкой и начинает лопаться. То есть, для того, чтобы очки как-то носить, они занимали поменьше места, я вот различные очки брал. Вот такие вот. Это, по-моему, где-то плюс два, два с половиной. Ну, так я у них очень хорошо вижу. Очень хорошо. Но, как показывает практика, если слишком идти на поводу, там, вот так, допустим, делать три, плюс три, то и зрение приспосабливается быстрее. А когда ты где-то полтора-два вот так вот держишь, то оно не так уж приспосабливается и не так быстро падает. Вообще, со зрением надо быть очень внимательным, особенно с очками. И подбирать очки так, чтобы они вам были в пору, работали так, как надо. Если они начинают двоиться-троиться, неправильно подобраны, то от этого начинает болеть голова, и от этого расстраивается вообще вся физиология организма. Это произошло с моей тещей. Ей в молодости немножко что-то там с глазами было. Приписали очки, от которых у нее начала кружиться голова. Она пожаловалась. Сейчас ей сказали, привыкнешь. Она привыкла до того, что она развалилась, понимаете, все здоровье рухнуло. То есть сначала она, будем говорить, вот эта голова болела, она там перетерпела, а потом еще больше очки, потом еще... Короче, кошмар. Бывает, когда человек вот так вот слепо доверяется так называемым специалистам. Так, вижу. Хорошая вещь эта Вижен, но... И глаза отдыхают. Но надо к ним просто приспособиться там, потому что как-то там по-другому работают мышцы глаза. То есть надо немножечко косить, и наша лень впереди нас. Вот я одел, и все. Я все вижу. Вот так я вижу, что там творится. Вот так я читаю. Кстати, если днем хорошее освещение, я читаю без очков. Как только освещение немножечко хуже, все, у меня начинаются эти проблемы. Так, ну, чтобы нам закончить... Да, вот еще одна ручка. Видите, какая? Опа! Такая. Ух! Мощно ручила. Возможно. Я и покупаю, и мне дарят, и все такое. Вот дубовая такая штучка. Такой массажер. То был массажер минеральный, а это массажер деревянный. Это дубовая вещица. Эту дубовую вещицу, вот эту вот я сам сделал, я использую для того, чтобы целенаправленно найти точку. Вот когда она, так сказать, точно найдется, сразу будет больно. Оооо! Вот, 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 вот. Этот конец более грубый, естественно, он так не работает. Ну, потому что, оооо, ооо, ооо-ой, ооо-ой, ооо-ой. То есть сразу попало. Я эти точки уже хорошо знаю. Это для того, чтобы более грубо действовать, там будет себя как-то почесать, вот это, значит, подавить. особенно это хорошо используют для того, чтобы разминать ягодичную мышцу, и особенно вот этот массажер, для того, чтобы разминать ягодичную мышцу, которая деревенеет и начинает зажимать седалищный нерв. Вот она так и сжимает сама мышца, зажимает его и начинают идти боли. Сначала болит где-то не спина, а ниже, начинает в ягодице боль, потом, так как нервы плохо работают, пошло-пошло по ноге и так далее, и так далее. Так вот эти массажеры, можно сильно растирать себя, вот эту область ягодицы, для того, чтобы ее расслабить, потому что она имеет область, вернее, она имеет тенденцию сжиматься, сжиматься и закусывать нервы. Как только ее расслабил, совсем другого дела. Плюс такие упражнения есть, когда вы так вот садитесь, ножку сюда кладете, и вот так вот тянетесь, 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 тем самым растягиваются мышцы в ягодице, вот там их несколько мышц, и тем самым освобождается нерв, это упражнение. У кого имеются, кстати, там боли, надо делать регулярно, чтобы это все растянулось, дальше практически профилактически поддерживать, чтобы оно у вас не болело. Вот это массажер. Далее у нас идут, идут такая вот интересная вещь, которая называется жезлы силы. Весьма редкая вещь, но ее все-таки можно приобрести. Я их в свое время использовал для того, чтобы, знаете, понять, как это все работает. Жезлы силы считаются, что это разработка, так сказать, или там изобретение, скажите, еще древних египтян. И если мы посмотрим, опять-таки, то на жезлах силы. Вот этот вот жезл из определенного сплава делается, такой вот золотистого цвета. Видите, разная тут гравировка, вылета. Это для правой руки. Вот R, правая рука. Этот жезл для левой руки. L, левая. Он такой белый, тут нанесены примерно же такие же. Нет, видите, разные. Это можно сказать, как женский, это как мужской. Вроде как. Вроде так. Нанесены, значит, разного рода рисунки, какие-то иероглифы, какие-то вот значки, которые, естественно, по-своему соединяют в левую и правую руку. Плюс, видите, тут разная, так сказать, гравировка идет, совершенно разная. Вот. Вот я смотрю. Если взять вот этот значок и вот этот, мы проворачиваем дальше, что-то другое, проворачиваем, что-то другое. То есть, совершенно различная гравировка, хотя тут что-то и есть похожее. То есть, вот они вроде как, вроде они похожи. А где-то разная совершенно. Вот, похоже. Это разная. Это разная. Это похоже. Видите, раз, два. То есть, по-другому есть. Плюс, значит, что здесь. То есть, это все дело можно отвинтить. Здесь находится особого рода порошок. Не порошок, а я бы сказал, толченые кристаллы, которые также соединяют, ну, вернее, так бы сказать, не соединяют, а они обладают своей собственной энергетикой. И когда мы что-то вообще берем в руки, тем самым мы это, этот предмет, это вещество, эту энергетику, эти вибрации включаем в свою ауру. Работает это так. Мы берем в руку, это в левую руку, это в правую руку. Слышите? Потрясли, то есть, как бы активировали их, положили, расслабились. И вот просто расслабились, и что мы чувствуем? И мы начинаем чувствовать, вот я уже тут сразу чувствую, начинается гудение в левой и в правой руке. То есть, пошло энергетическое воздействие особого рода на на мое тело, на мой организм, на мою ауру, на мою сущность целом. Жизлосилы. Якобы, если там говорит о том, что о силе, что они дают какие-то силы там, мистические. Ну, я попробовал, попробовал. Вот она лежит у меня. Дальше, проб, я особо ни в чем не продвигаюсь. Вот попробовал, то есть, выяснил, и на этом остановился. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть вот такие вещи. Это я люблю, как вам показывал на поющих чашах, я люблю разного рода такие звуки, которые облагораживают пространство, облагораживают вас, способствуют вашему настроению, настройку на ту или иную волну. Вот, естественно, это и музыкальные инструменты. Почему я еще тут пытаюсь музыкой заниматься, просто не у всех, знаете, бывает тямб, такой, какой хотелось бы иметь. А для того, чтобы развивать то, что есть, надо время, а время ты тратишь там что-то на другое, поэтому не совсем получилось. но тем не менее я там пытаюсь там для себя там дудить, там сочинять и так далее и тому подобное. И вот различные, как бы сказать, музыкальные инструменты, они тоже создают свой особый какой-то фон, настраивающий вас, знаете, грубо говоря, если бы вот вокруг меня там порнографические журналы лежали, или такой вот, или, значит, как бы сказать, видео там кассеты, или с видеоиграми различными, там, стрелялками, я бы был настроен на одну волну. Кругом порнографии я был бы настроен совершенно на иную волну. А так как вот это окружает, я настроен несколько на иное. И вот пытаюсь вот слушать звуки, что-то там делать, как-то так это. Ну, примитивно дудю будем попасть но тем не менее хочется подудить ну на тебе подуди хочется поиграть на губной гармошке ну вот тебе губная гармошка поиграй на ней тоже так сказать знаете одно дело хочется а нету а другое дело вот есть а ты играй а ты не всегда играешь ну вот так подудил на гармошке когда знаете там хочется больше подудить хочется меньше подудить но тем не менее желание исполнено ну вот насколько я так понимаю лучше у меня всего получается игра на варгале вот это такая вот штучка значит вообще этот варгал он в традиции очень у многих народов это какой-то вьетнамский варгал и он мне нравится тем что есть варгалы которыми зубами надо соприкасаться так как у меня зубы уже там в пломбах и эти пломбы от вибрации повыскакивают вот такой губной и я на нем наяриваю ну вот например ну вот ну вот и и и и и и Вот эти микровибрации, которые идут, они всегда хорошо влияют на состояние кожи, на состояние кровообращения в полости головы. То есть на капиллярном уровне в организме может быть застой. И когда мы создаем вот эти вот вибрации маленькие, от дудения, от гармошки, даже татегеры на гитаре, я тоже там пытаюсь что-то делать. Но особенно вот эти вот, то вот эти микровибрации, они способствуют тому, что лучше открываются капиллярные сосуды, улучшается капиллярное кровообращение вообще во всем организме, особенно в голове. Я бы рекомендовал это использовать людям, которые так вот прединфарктом, послеинфарктном состоянии для быстрейшего восстановления. Лучше идет питание в клетке, потому что вибрация идет. Вибрация как раз способствует тому, что все это доносит, перемешивает и передвигает. Ну вот такой вот. И естественно опять-таки создает какой-то такой интересный фон. Ты к чему-то там, к чему-то там будем говорить, приближаешься, соединяешься или еще что-то.